70 тысяч акмолинских школьников состоит в рядах детско-юношеской организации. В преддверии 10-летнего движения «Жасулан» и 30-летия независимости Казахстана ряды юных активистов пополнились. Салтанат Кушунова – ученица средней школы гимназии номер 2 села Краснояр. Среди сверстников является лидером и сегодня впервые вступила в патриотический клуб. Я занимаюсь гимнастикой и еще люблю рисовать. Я рада вступить в такой патриотический клуб, потому что хочу стремиться к победе. В торжественной обстановке Акимобласти Ермек Маржикпаев повязал галстуки жасулановцам. Также глава региона встретился за круглым столом с женщинами-военнослужащими. На сегодняшний день более 13% от общего числа военнослужащих занимают представительницы прекрасного пола. Ермек Буранбаевич отметил их особую роль в этом благородном деле. Уважаемые дамы, мы сегодня чествуем и выражаем славу и благодарность всем тем, кто служит на благо страны, военнослужащим, спасателям, полицейским. Конечно, особую роль в этом благородном деле занимаете вы. В этот праздник мужества и стойкости позвольте выразить вам искреннюю признательность за добросовестный, общественно значимый труд. Не осталась в стороне и мужская половина. В рамках Дня защитника Отечества Акимобласти вручил ведомственные медали Министерства обороны Казахстана и благодарственные письма сотрудникам силовых структур. Ермек Маджипаев также посетил воинскую часть 55-10. К памятнику погибшим воинам на таджикско-афганской границе были возложены цветы. В сопровождении командира части глава региона осмотрел вооружение военную технику. Также солдаты продемонстрировали разные виды обмундирования. В завершении мероприятия Акимобласти поздравил военнослужащих с праздником, вручил благодарственные письма и подарки. Зарина Адисикеева, Балжан Смогулов, Берег Манап, Кокщак Парад.